Леса являются одним из наиболее ценных ресурсов планеты. Но изменение климата и антропогенные воздействия заключают в себе все возрастающие угрозы для лесов. Однако благодаря современным технологиям решение этих проблем становится возможным. Один из передовых центров инноваций в области лесного хозяйства находится здесь, в Папуа-Новой Гвинеи, где произрастают тропические леса, занимающие третье место в мире по своей величине, и сосредоточено 7% биоразнообразия планеты. В этом Тихоокеанском островном государстве 97% земельных угодий находятся в собственности на основании норм обычного права. Это означает, что земля принадлежит народу страны. Коренные народы Папуа-Новой Гвинеи теперь используют современные технологии для контроля своих лесов. В среднем революционного дата революция, и Организационная и Агрокультура Организация Соединенных Наций находится в предпоследствии этого. Здесь, в Папуа-Новой Гвинеи, мы поддерживаем государство и локальные коммуниции, чтобы собрать новые данные, чтобы улучшить свои усилия, чтобы защищать, восстановить и устанавливать растения. В других местах дистанционное зондирование и мониторинг, помимо прочего, помогают в борьбе с пожарами одной из основных угроз для лесов, выступая в качестве механизма раннего предупреждения и снижения риска возникновения пожаров. Но инновации не просто помогают изменить способы мониторинга лесов. Инновации расширяют горизонты того, что мы можем делать с древесиной и лесной продукцией. В 20-30 году, мы должны уничтожить 3 миллиона людей, но строительство и снижения рискованных университетов в порядке 37% для энергии и процесс-related гранат газа. Мы должны попробовать и найти лучшее для строительства, и это где масс-тимбер приходится в игре. Это reduzится на карбон-футпринтах, и это строит карбон для их жизни. И это может сделать строительство-монтаж, почти экстенцией нашей природы. И список новых направлений применения постоянно растет и охватывает разные сферы – от упаковочных материалов до косметики. Современные изделия на основе древесины также используются в медицине, например, при изготовлении слепков, биоразлагаемых медицинских приспособлений и даже противомикробных мазей. И, кроме того, они начинают вносить свой вклад в обеспечение устойчивости в отрасли производства одежды и индустрии моды. А ведь, согласно последним оценкам, в настоящее время около 60% всего текстиля изготавливается из пластика. От новых способов мониторинга и защиты наших лесов до революционных открытий, прокладывающих путь к большей устойчивости. Вот таким образом лесные инновации могут внести ключевой вклад в решение глобальных проблем нашей планеты.